ну если конечно они туда перевезут бабу галю туда они будут часто туда наведываться для того чтобы пилить ролики то тогда возможно какая-то и будет такая существенная может быть помощь в виде молока хлеба всем привет рада видеть вас на своем канале надеюсь вы тоже рады меня видеть ребят ну что я с таким запоздалым обзором на видео про дом милосердия с канала доброе дело я его что-то как-то не смотрела и посмотрела только вот буквально час назад и знаете мне сразу показалось вот просто первые впечатления да что приехал туда андрей неспроста ну возможно да что и посылку нужно было доставить но вот что-то так долго посылка стояла что прям вся отсырела и чего она так долго у них хранилась но узнаете наверное из-за того что очередь очередь и у них же что не посылка то новый видеоролик ну и наверное ждали момента какого-то даже не знаю что тут и думать ну в общем приехали они привезли посылку уже не их встретила и из прошлых старинных видеороликов я поняла то что женя она сама видимо раньше выпивала не видимо по моему она говорила даже об этом но а сейчас ведет нормальный образ жизни и вот помогает в общем нуждающимся по поводу того какой она человек я тут и не стану судить потому что не знаю и для меня разницы нет я всегда говорю что было в прошлом главное настоящее главное твои дела и поступки в общем ну и андрей замолвил что вот он хотел бы увидеть сергея это мужчину который слепой и с ним встретиться но изначально я когда еще думала что с какой они целью приехали туда столько не были столько не были и потом я все поняла когда уже начался разговор за бабу галю и женя сказала привозите привозите что и памперсы и тут и помыть только памперсы нужны тут и помыться ну понимаете но знаете уже не на одного больше на одного меньше но чем им плохо было бы да чтобы вот мальчики приехали и что-то им привезли помощь нужна всегда только вопрос будут ли привозить они эту помощь и будут ли реально помогать ну хотя почему вот посылками люди бы точно помогали и мальчикам как раз бы это было бы на руку но они же у нас почтальоны правда ну и дальше андрей распаковали пакеты потому что размокла коробка все переложили в пакет так долго стояла повторюсь и проверили там уже на видео специально чтобы женщина которая отправляла эту посылку убедилась что все на месте дальше уже андрей прошел к сергею поговорить с ним там было много мужчин и вот они поговорили что как у тебя со зрением вроде как один глаз видел второй нет но что-то как-то еще было а сейчас уже совсем ничего ну и тут что что сергей сказал говорит что хрусталики там и они там что-то узнавали что нужны деньги и что один вроде как бесплатно второй платно ставят и это надо но как мне кажется смысл был этого разговора ну может быть что если кто-то увидит из подписчиков может быть кто-то захочет помочь и сделать операцию либо проверить у врача сергея ну и вроде бы знаете он как бы и сам не против бы чтобы поправить деньги и вылечить глаза это с другим сергеем как-то это было проблематично когда говорили что надо лечь в больницу там инвалидность оформить и у него стояла проблема то что дом не на кого оставить и растащат то баба галя там у него жила ну в общем как то так а этот вроде бы и не против но у сергея наверное просто была надежда что сами мальчики в этом ему помогут но мальчики то сами не будут помогать ну и в общем дальше показали нам девушку женщину молодую женщину которая короной переболела у которой дистрофия плюс у нее по моему там вич и очень худющую тоже с у нее такая была жизнь за плечами она сама здесь дома и в общем где-то там по пьяни она говорит что-то там подписала какие-то бумаги и лишилась квартиры которая ей было выделено ну честно мне вот тут жалко мне ее хотя многие говорят чай халкашей жалеть даже у меня как-то вот комментарий всплывал про людмилу и женщина или девушка она говорила бы вы наверное его удалите но я не удалила и вот если вам интересно то последний видеоролик про людмилу вот она высказывала свое мнение относительно вот таких вот людей которые выпивают которые живут на улице в общем но мне вот почему-то все равно жалко ее потому что мне всегда хочется верить что такие люди они станут на пусть на путь исправления возможно и у нее это получится но в общем никакая она и женя говорит что сразу она даже вот можно сказать что съела то все вышло а сейчас уже более-менее она стала есть и она вот у нее такая цель что выздороветь поправиться окрепнуть ну и это хорошо но знаете вот у я так еще подумала думаю наверное андрей ищет себе там с игорем новых героев но я что-то не уверена что он будет туда постоянно заезжать хотя ну если конечно они туда перевезут бабу галю туда они будут часто туда наведываться для того чтобы пилить ролики то тогда возможно какая-то и будет такая существенная может быть помощь виде молока хлеба для дома милосердия но как мне кажется что вряд ли будут какие-то добрые дела мы уже как-то знаете насмотрелись и все добрые дела которые у них вообще на канале были это посылки это посылки а эти добрые дела делали подписчики а мальчики лишь работали почтальонами поэтому вот я не знаю их все как-то последнее время даже и зрители и на стримах называют их почтальонами потому что так и есть кроме как какого-то базового пакета с продуктами это такой скудный скудный базовый пакет особо они ничем и не помогают от себя от подписчиков да они помощь передают это это не всю потому что меня много уже людей на канале писали о том что деньги которые они присылали не идут по направлению ну и в конце опять же заговорили про бабу галю и андрей как-то щедро даже выделил тысячу рублей на лекарства этой молодой женщине ну и говорит типа женин если будут сдачи на шоколадки типа сразу сказала я же не пью на бухло все это типа не уйдет но опять заговорили они про бабу галю что вот говорит визите визите она никуда не пойдет она тут и тут и помыться тут и веселее будет и будет кому за ней присматривать но не знаю ребят не знаю пойдет ли баба галя в дом милосердия я почему-то сомневаюсь потому что она однажды уже была и при всем том видите как женя говорит по поводу финансов что не все так бесплатно как я поняла у них то есть какие средства выделять все-таки нужно ну а раз у бабы гали есть пенсия думаю они с нее тоже будут пытаться взять какую-то копейку ну или рубль скажем так ну в общем не знаю ребят что из этого выйдет но поездка это было неспроста ой неспроста просто чтобы подогревать место для бабы гали но останется ли она там поедет ли она туда это уже вопрос напишите что думаете вы по этому поводу мне интересно ваше мнение ну и у меня все всем прекрасного настроения всем добра позитива улыбок и главное мои хорошие главное это здоровье берегите себя и своих близких обнимаю каждого всем пока